Сегодня делегация службы внешней разведки находится в Минске в связи с предстоящим проведением совместного заседания коллегий двух специальных служб Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и службы внешней разведки России. Мы планируем подвести итоги нашей совместной работы на протяжении последнего года И, конечно, договоримся о следующих наших шагах, направленных на достижение тех задач, которые руководство двух стран ставит перед специальными службами А именно задач по выявлению и предупреждению всех внешних угроз нашим странам, нашим народам и союзному государству Республики Беларусь и Российской Федерации Ну а сейчас прошла встреча с президентом Беларуси Александром Григорьевичем Лукашенко Мы коротко доложили о итогах нашей совместной работы Констатировали, что между нашими специальными службами сложилась удивительная атмосфера полного доверия Которая позволяет нам вместе работать как единое целое Александр Григорьевич сделал там свой собственный анализ То есть ситуация, которая складывается вокруг наших двух стран и вокруг союзного государства Ну и в определенной степени поставил задачи Ваша служба получает информацию о том, что Польша намерена восстановить свою империю и вернуть земли, которые они считают принадлежат им, которые сейчас находятся на Украине Но в последнее время таких сообщений стало меньше И как вы считаете, свидетельствует ли это о том, что Польша отказалась от своих планов? Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крестцами Польши Является такой вожделенной мечтой польских националистов И это становится уже элементом национальной идеологии Поэтому от этой идеи польское руководство уже отказаться не может Польское руководство считает, что условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения И поэтому польская власть не хочет и выступает против мирного урегулирования Заверяет в том, что будет оказывать постоянную помощь киевскому режиму Ну и, конечно, эта ситуация усугубляет положение Украины, украинского народа И я бы так сказал, что польское руководство в буквальном смысле ждет удачного момента Чтобы осуществить контроль над этими территориями, над бывшими восточными крестами Ну и в этом смысле, знаете, вспоминается история, история конца 30-х годов Вы помните, наверное, что после заключения вот этой одиозной мюнхенской сделки Гитлер в конечном итоге оккупировал Чехословакию И это было сделано по согласованию с западными державами И Польша тоже ухватила часть земли бывшей Чехословакии, Тишинскую область И тогда премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль очень дал меткое определение польской политике Он назвал Польшу гиеной Европы И вот история повторяется Сейчас уже абсолютно очевидно, что ставка Запада на международную изоляцию России полностью провалилась Но не успокаивается ни Вашингтон, ни его союзники А предпринимают многочисленные попытки, чтобы ограничить сотрудничество России с ее партнерами Пугают санкциями вторичными, пугают проведением цветных революций И Грузия к тому же пример Как Вы оцениваете перспективы такой политики американцев? Да, мы, конечно, видим, какое огромное давление оказывают Соединенные Штаты И на наших партнеров, союзников На страны Латинской Америки, Африки, Азии И им не удается достичь своей цели То есть создать такую блокаду вокруг России Я бы сказал, что вот такие действия в Соединенных Штатах являются грубым нарушением базовых, фундаментальных норм международного права Потому что такими действиями Вашингтон пытается довольно нагло вмешаться во внутренние дела суверенных международных государств При определении ими своей внутренней и внешней политики По отношению к небольшим странам Которые прежде находились в сфере влияния Запада И не диверсифицировали свои внешние связи Такая политика Запада может давать какие-то результаты в среднесрочной перспективе Но если говорить о государствах, имеющих такую стратегическую глубину То такая политика Соединенных Штатов бесперспективна А тем более она бесперспективна в отношении межгосударственных объединений Таких как союзное государство Белоруссии и России Организация договора о коллективной безопасности Евразийский экономический союз и другие В разрезе того, о чем Вы говорили с главой государства И Александр Лукашенко тоже подчеркнул, что есть все-таки общие для нас вызовы и угрозы Что бы Вы назвали главным или главными именно по отношению к союзному государству? Главное, как мне представляется, это стремление так называемой группы западных государств Тоталитарно-либеральных режимов Запада Поддержать свое глобальное доминирование за счет суверенитета других государств Мы, конечно, ни Россия, ни Белоруссия этого не позволим Мы по-настоящему суверенные государства Которые дорожат своей свободой, своим суверенитетом И у нас нет никаких сомнений в том, что победа будет за нами Субтитры создавал DimaTorzok